здравствуйте дорогие друзья в этом видео вы увидите как законным способом мы забрали несколько лет назад видеокамеру у сотрудников дорожной патрульной службы и при этом не сели в тюрьму повторять за нами не рекомендую но посмотреть сюжет вы обязаны вы никуда не должны уезжать до приезда следственной оперативной группы закройте пожалуйста вы украли чужую вещь я уезжаю в отдел полиции вы скрыться хотите нас будем преследовать отлично отлично пожалуйста уберите транспортное средство я требую убирайте убирай убирай транспортное средство убирай а Здесь бесхозный предмет, в общем, никого нету, аккумулятор стоит и камера. Вот мы хотели бы, ну сейчас смысл какой, хотели бы водил полиции привезти, мы сейчас вот ее сняли, потому что никого нету, хотели бы водил полиции привезти. Понял, понял, то есть все, понял, от вас инструкцию получил, спасибо вам большое. Ну что, едем мы в отдел полиции, нашли мы эту находку, предположительно сотрудник полиции, который бдит запасы дорожного движения, ну нам так кажется, потерял эту камеру, то есть он ее там оставил, забыл, в общем, про нее. Мы хотим ее вернуть к законному владельцу. Я так промок, у меня ноги все мокрые, вся одежда мокрая, дождь, сами видите, какая погода страшная, в общем, собаку даже не убили, что это была погода, да и врагу не пожелаешь на улице в такой погоде находиться. В общем, поеду я домой с ребятами, чай попьем, просохли, отдохнем. Отдохнуть после такого рейда нам придется не один день. В общем, что я хочу сказать, в отдел полиции мы сразу не попадем, но мы, как ответственные граждане, обязательно отвезем в ближайшие дни это устройство, этот комплекс. Я оформлю как находку. Я надеюсь, найдет с хозяин. Алло. Алло, Вадим, привет. Да, 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 привет. Чикаго, Виталий, беспокоит. А, да, да, Виталий, привет. Слушай, а ты сейчас далеко? Я сейчас на трассе. Сейчас я к тебе подъеду. Ты камеру зачем мою своровал? В смысле? Не так стояло. В смысле своровал и твою камеру? Какую твою камеру? Камера там вот белая такая. Не надо, ты бать, это моя камера. Сейчас я подъеду. Подожди, подожди, подожди. Я, во-первых, смотрю, во-первых, я ничего не крал. Я вижу, камера какая-то стоит. Я даже вообще не знал, что это твоя, но да ладно. Не важно, чья. Вижу, она бесхозная. Сейчас я подъеду. Да я в отдел полиции отвезу. Не надо, я в отдел привезу все. Я находку оформлять буду. Ладно, подожди, я сейчас подъеду. Давай, давай. Ну, в общем, едь по прямой, по трассе, в сторону Воронежа. Привет, шеф. Здравствуйте, здравствуйте. Он снимает меня. Мы с ним пьяных вместе ловили, он снимает. Ну, это ж нормально снимать. С кем только не ловили. Я так раз. Бесхозную вещь. Бесхозную вещь. Смотрю, блок, аккумулятор. Бесхозную вещь, я не боюсь, я не боюсь разговаривать. Вадим, мы с тобой друзья давно. Правильно? Дружим? Сколько лет дружим? Давно-то, года три, наверное, да? Кто такой вообще? Необежданин. Вы что, завладеть оружием моим? Рукою-то коснулись до моих. Вы ведете просто себя, как будто он от перемета, от машины, от патрульных. Почему от патрульных? Друг, вы сейчас начнете кидать в бутылки сожигательной смеси. Вы ведете себя сейчас неадекватно? Давай, не на вы, давай, на ты. Хорошо? На ты, года три, наверное. Хоть я и на службе. Вот. Я просто не пойму, зачем вам это надо. Что именно? Ну, стоит камера, снимает. Так она, мы подумали, что ее кто-то забыл, а видишь, дорогая. А, ну, правильно. Ну, я хочу сказать, что я ни к ней не забыл. А кто, чья камера? Моя личная. Ваша личная камера, твоя камера, да? Понял. Вот, как нам в этом убедиться? Ну, я думаю, со слов. Как я могу со слов убедиться? Ну, моих слов, я думаю, достаточно. Я, ну, допустим, она стоит денег хороших, говорит, да? Ну, и стоит она, хотя она много не стоит. А с какой целёной вообще там стоит? Камера? Да. Она используется в виде доказательств. При составлении протокола по статье 12.15, часть 4. То есть, если составляешь протокол, ты же знаешь сейчас, какая ситуация. Водители не согласны. Вот. Прикладываешь видео, отправляешь. Ну, мы же с тобой, друзья, а ты мои вещи воруешь. Ты понимаешь, что такое? Подожди, подожди. Есть такое понятие, как кража путем свободного доступа. Статья 158 уголовного кодекса. Если я нарушу законы, можно... А почему? А почему знак мы не берем и не снимаем? Мы тоже чекаем. Ты не прав, ты не прав. Если оно никак не дорогостоящее, камера... Сообщил, о том, что я обнаружил. Я всё сообщил. Привезу в ближайшее время, там, я не знаю, сегодня, завтра, послезавтра, привезу в отдел полиции, когда еду. В какую, пока не знаю. Привезу в отдел полиции, заявлю. Ну, вот так он... Ну, а это на территории какого района камера называется? Я живу в Воронеже, я поеду в Воронеже. Какой отдел, я не знаю. Значит, оформим как находку. Я обнаружил в полиции. Всё, слышу. Я чувствую именно так. Алло. Алло. Вадим Юрьевич. Да, да, да. Слышу. Чего у вас там с камерой с этой? Так мы всё в отдел полиции собрались, всё как подоговорили с вами по инструкции по вашей. Подождите, а это не гаишная камера? Так с чего она гаишная-то? Ну, это не какая-то камера, нет или что? Да ну, не, не Крис и не эти, да ну, не, не, не. Это не такие комплексы, это просто камера и... Такая частная камера чья-то. А, для домашнего использования, да? Да, 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 да. А, я думал, вот сейчас сидим тут с ребятами разговариваем. Говорят, не гаишная случайно камера, нет? Да блин, ну не знаю, как бы. Может и гаишная, но смысл какой? Камера-то находка, я поеду, отдам. Если гаишная, они заберут потом в отделе. В чём проблема-то? Просто там никого нету, а оборудование дорогостоящее, мало ли чего. А там гаишок не было, ни рядом, ни сбоку, ничего, нет? Да вот-то они там проезжали, спрашивали. Я говорю, в отдел полиции всё везём. Всё, без вопросов. Кто, а гаишники спрашивали? Да, 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 да. А они зачем, вы сами им сказали, да, или что? Да, ну мы как бы проезжали, смотрим, мы их искали, думали, может, гаишников. В итоге сначала не нашли, потом вот они. Говорят, я говорю, в отдел полиции вот везём. Ну всё, нам какие-то вопросы есть, я говорю, всё, никаких вопросов. А они видели эту камеру, да? Ну, конечно, они её видели, они, может, её даже не ставили. Ну, понятно, но если бы это была их, они бы забрали, правильно, нет? Ну, какие документы-то, наверное, должны быть какие-то, мы бы им отдали, если были бы документы. Ну, понятно, ну а аккумулятор там какой большой или просто какой он аккумулятор? Да там автомобильный аккумулятор в коробке и камера сама. А камера что, была на знаке закреплена, да, или что? Она вот висела на стяжках, на стяжке просто висела. Непонятно ситуации, что такое, да? Да, я там в шоке, честно говоря. Вот и поеду в отдел, а там пусть разбираются. А вы где сейчас находитесь, в каком месте? А мы сейчас по трассе едем в сторону Воронежа. Уже почти до Воронежа доехали. Ну, гаишникам мы точно показывали, да? Да, ну, гаишники, они, типа, это, может, наша камера. Я говорю, ну, мне же нужны документы-то какие-то, чтобы ваши, не ваши, а то вы тоже. Они от больших денег стоят, а я вам сейчас отдам и говорю, а что потом я буду делать? Мало ли, я их украю, кажется. Как понять, ваш, как, как, их, их, не камера? Они что, усомнились, что это их, не камера, что ли? Ну-ка, ну-ка, ну, если это их камера, ну, тогда должны какие-то документы быть. Они говорят, ну, у нас ничего нету. Я говорю, ну, в отдел полиции приедете и заберете. Ну, все, не вопрос. Мы все с ними договорились, что они в отделе. Если это их действительно камера, они в отделе заберут. А сказали, в каком отделе, что ли? Не, ну, я же пока не знаю, в какой сдам. Странно, как-то они себе повели. Я вообще даже на коментаре. Я сам, я сам удивляюсь. А далеко они вообще стояли от этой камеры, не? Они пару километров. Пару километров стояли, да? Да, 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 да. А на чем они были, не помните, нет? Лада Приора была. Лада Приора, да. Да, да, да. Ладно, спасибо, спасибо. Даже госномер могу сказать. Ну, скажи, пожалуйста. Ольга 0566. Ольга 0... 0566. 0566. Хорошо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. До свидания. Как так? Могут сделать. Ну, в принципе, они и там могут. Не, не, они не смогут. Мне нормально. Опергруппу придется. Мне же надо будет в отдел полиции. Это их в их полномочиях таким материал составлять. Ну, а это в каком месте-то было? На 51-м километре или на каком? Ой, это где Фомичи, как там, как-то вот этот поворот какой-то, Фомичи, если не ошибаюсь. Ну, Фомичи-то это, где, это, не помните, Виадук там было или что там было? Бум-бум-бум, там пешеходный, честно говоря, вот сложно мне сказать, где это конкретно было. Я так по регистратору посмотрю, тогда смогу сказать. Но это водилка, да, отвезу, все, подготовлюсь. Ну, давайте, ладно, а можно ваши данные, число месяцев от рождения? Конечно, Серов Вадим Юрьевич. А в какой отдел полиции поедете? Пока, честно говоря, не знаю, я весь промок, проеду домой пока, высушусь, как говорится. Завтра, наверное, отвезу. Ну, ладно, я с вами свяжусь, что-то хорошо. Хорошо, конечно, 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 да, до свидания. Завтра тоже не получится, завтра работа. В первую очередь, Серов Вадим, а самое... Так может, только с дежурью навсялись, а он сказал, все, только что-то я говорил. Ну, сейчас приедут третьи лица, так скажем. Не, не, мы в отдел поедем. Ну, в отдел, вот так вот, а как скажут... Да уже, уже сказали. А слушай, как скажут нам дежурный, как и сделал? Мне сказал дежурный, мне сказал дежурный. Ну, вот вы дежурный вообще. Отлично, вы можете сами дежурный, мне сказали дежурный. Нам свой, нет, мы по месту жизни дежурный вообще. Он просто звонил. Да, да, по месту он... Да, 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 вот он это все звонил. А мы, все, а вот, у нас подпишу нам все. Вы просто никуда не уезжаете. Почему мы поедем? Куда вы поедете? Ну, вот так не поедем. Мы задержаны, нет? Я вам не разрешаю ехать. Вам нельзя уезжать, потому что в камеру, потому что в камеру видно, что вы ее брали, машину вашу видно. Отлично. Так мы что, мы везем, подъехали. Подъехали к вам сейчас. Нет, сейчас следственная оперативная группа приедет, у вас ее изымит, как кражу. Да нет, мы вам не разрешаем ехать. Да ладно, ладно, ладно. А где камера у вас в машине находится? Какая разница, где камера? Ничего не украли. Ничего. Дежурный мне сказал везти в отдел. Я повезу в отдел. Только что разговаривали. Камеру, которую вы украли, я спрашиваю, где находится камера? Ничего не украли. Я везу в отдел полиции. Вы похилили чужую вещь. Чужая вещь принадлежит человеку. Здравствуйте. Везем в отдел полиции. Все. Вы можете за нами проследовать. Вы никуда не должны уезжать, до приезда следственной оперативной группы, понимаете? Закройте, пожалуйста. Вы украли чужую вещь. Вы, если задерживаете, вы хотите скрыться. Я уезжаю в отдел полиции. То есть вдруг задерживаете. Вы скрыться хотите? Отдел полиции. Мы вас будем преследовать. Отлично. Отлично. Поехали в отдел полиции. Хаймите. Шмелый шаштавр. Да, конечно. Так, полков Александр Викторович, инспектор ДПС, капитан полиции. Отлично. Слушаю вас. Спасибо, что зашли сломали. Смотрите, как мы действуем по инструкции дежурного. Дежурный нам сказал, я там заявил о находке. Дежурный сказал, везите в отдел полиции. Я сказал, хорошо, я по месту жительства, по месту прописки, либо по месту следования, я в отдел полиции завезу. Все, это его инструкции. Вы знаете, что Виталий куда следует? Я знаю, что нервный. Давайте, это ситуация. Виталий, ну подождите. Мы поехали. Дежурный мне сказал, вам маму что сказал. Пришлазивайте еще раз. Мне? Он мне сказал ехать в отдел полиции. В какой именно? В какой я захочу. Я в какой захочу. Мне не важно в какой. Ну а дежурный по какому водилу сказал? Сотрудник полиции, который мне не поставил. Принял от меня обращение о находке. А кто? Послушайте меня внимательно. РУВД. Который по месту, где я звонок совершал. Район какой? Да не важно, мне какая разница. Я позвонил 102, мне не нужно знать. И мне сотрудник полиции в дежурной части. Сказал, везите в отдел полиции. Мы оформим как находку. Все, он мне предложил. Он мне предложил, подождите. Подождите, он мне предложил, можно обручить. Я говорю, поеду в отдел полиции. Там находку могут оформить. Все, у вас сейчас никаких оснований, ни препятствий нет никаких. Пожалуйста, уберите транспортное средство. Уберите транспортное средство. Уберите транспортное средство. А можно вы вот так вы едете в отдел полиции? Я поеду в любое для меня удобное время. В отдел полиции. Мы едем на вами, если отузнаем, что это его... Нет, так не пойдет. Я в любое для себя удобное время поеду. Я сейчас поеду прямо в город Воронеж. В отдел полиции в какой? Вам, вы можете все дела обзванивать. Вы мне сейчас препятствуете. Вы сознательно поставили транспортное средство. Пожалуйста, уберите транспортное средство, я требую, убирайте Убирай, убирай транспортное средство, убирай Даже с ручейка забыл снять с услугу Поехали, Андрей Спасибо, кстати, очень приятно Для вас это не, я и не собирался, это просто звоночек, чтобы был Вот, 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 да мы все прекрасно понимаем, а мы тоже не вредители Он видит, что наружу, он все Потому что нет у меня желания дожидаться средства оперативной группы, у меня нет только обязанностей А у вас нет оснований меня задерживают, до свидания Отлично, все, до свидания Короче, если на вас давят, вы давите их, понятно? Вот такими действиями, вот такие сотрудники пытаются всячески надавить на граждан А вы гните свою линию, но все законно, требуйте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло Да, да, да Вадим Юрьевич Да Добрый день, начальник полиции, Сергей Михайлов, фамилия моя Шмелев, зовут Владимир Владимиров Есть, как минута свободная? Да, 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 конечно, говорите Скажите, по поводу сообщения на нашей территории, вы нашли видеокамеру? Да, абсолютно точно нашли, да А вы когда ее нашли, она где находилась? Она находилась сбоку от дороги Ну, на столбе, то есть? Ну, там столбик какой-то На поле На поле На поле На поле, в поле там столбик какой-то был, да Столбик, не помню, там То ли пешеходный переход, не помню Понятно, а вы откуда следовали? Следовали С Воронежа в Тамбов Ну, в сторону Тамбов Ну, в Воронеж Понятно, а сейчас тут где находитесь? В Воронеж уже приехал, в отдел полиции еду Я понял, а почему на нашей территории камеру не сдали? Ну, как бы, у меня не такой обязанности на вашу территорию Я хочу по месту жительства, там не по пути где-нибудь заеду В отдел полиции в Тамбов Понятно, а как нам теперь вас опросить по данному факту? Да как, можете по телефону опросить? А вы к сотрудникам ДПС подъезжали, которые дежурят на дороге? Так, самое интересное, мы ждали, чтобы кто-нибудь приедет Мы подождали минут, наверное, 30 Сообщение сделали, потому что никто, ничего, никого, дорогостоящие оборудования Хотели, соответственно, заявить А вы кому сообщение сделали? В дежурную 102 позвонился, вот соединили А вы попали куда? Вот это, честно говоря, я не помню, кто представился, в какой отдел Но самый важный сотрудник полиции в дежурной части И после этого мы поехали Видим, сотрудники ГИБДД едут Мы за ними Мы поехали куда? Мы поехали в сторону Воронежа Мы просто ехали Мы ехали по направлению в Тамбов Поделали дела, как бы, видели здесь Вот, и обратно едем Ну и, в общем, сотрудники ГИБДД Мимо нас проехали, никак не отреагировали Потом, в итоге, они подъехали к нам Говорят, так и так, это, вроде бы, как бы, наша камера Я говорю, ну, слушайте, если это ваша камера, у вас какие-то должны быть документы Он говорит, документов нет Ну, я говорю, ну, у меня нет оснований полагать, что это ваша камера Может быть, вы меня обманываете Она же дорогая Цена у нее тоже не 10 тысяч стоит, я уверен Камера такая, ну, тысяч 20-30, наверное, стоит Я из-за чего и обратил внимание на это Думаю, не гоже, чтобы такое оборудование лежало безхозным, вообще без охраны И в отдел полиции, как добропорядочный гражданин, я хочу отвезти А там они уже предъявят документы, что это их оборудование Никаких вопросов, я же все законопослушный Везу и в отдел полиции сдам, получу В какой вы отдел полиции? Честно, пока не знаю, даже не знаю, пока не знаю Ну, наверное, в том районе, где вы проживаете, да? Ну, честно скажу, может быть, там, может быть, по пути Может быть, я поеду в командировку, может, просто смысл какой Я очень промок, может быть, так получится, что я, скорее всего, поеду домой А завезу там потом, потому что у меня еще в командировку Может, я в Тамбове сдам вообще, может, в Багучаре сдам Я не знаю пока в каком отделе, как по времени у меня будет получаться Угу Понятно, понятно Вот, так что такие дела Хорошо, спасибо Пожалуйста, все Люди сознательные какие Спасибо, спасибо Очень приятно, что отметили Угу Спасибо До свидания Даже начальник полиции отметил сознательность граждан Ха-ха-ха-ха Это просто класс Привет, товарищ капитанчик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдел полиции мы пришли Рамунского района Здравствуйте А дверку откройте? Да Мы хотели бы вот находку Нашли на трассе важные, важные агрегаты так как все технические устройства Оформить находку хотели бы сдать владел полиции Это что, кодовое слово? Здравствуйте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь запрещена? Отлично, мы здесь снимать будем Добрый вечер Я понимаю Здесь мы будем Нам смысл какой? Нам нужно оформить эту наху Вот эту вот мы нашли Оформить только съемка здесь запрещена Да здесь мы будем снимать Здесь мы снимать не будем Здесь снимать вы не будете Запрещена здесь съемка Давайте начнем с того, что вы хотели представить. Начальник смены держит участие. Говорит, девушка, вы выдержите его, здесь запрещено. Давайте, смотрите, я действия снимаю от вашей и своей. Я понимаю. Смотрите, запрещено каким нормативным правым актом? В смысле? Ну, обычным. Если вы какой-то запрет хотите мне предъявить, вы должны сослаться на норму закона. Я сейчас сошлюсь, вы выключите камеру и будем ссылаться. Нет, так сейчас вы сошлюсь. Ваше это требование, правильно понял? Ваше требование должно быть основано на законе, верно? Да, вы здесь либо кто-то остается, кто будет? Я здесь остаюсь. Вы находку нашли, да? Мы вместе нашу находку. Нет, тот один нашел находку. Мы вместе. Вы будете втроем писать заявление? Я буду один писать заявление. Там холодно, нет, как? Они никуда не выйдут. Вы хотите граждан выкинуть на улицу? Там холодно. Выключите камеру. Я не буду ничего выключать. Если вы запрещаете на будущее, ссылается на норму закона. Сейчас запрет у вас не в основном. Документ, давайте. Значит, я гражданин, пришел сюда. Какой документ вам нужен? Я без документов вам говорю заслову. Я сейчас просто заберу камеру и все. Документы давайте. Вы заберете камеру? Да, документы давайте. Вы как? Удостоверение можно ваше? Я все предоставлю. Сейчас удостоверение хотел предложить. Вы пришли в полицию, правильно обратились. Я вышел, я же не в полиция вышел. Абсолютно точно. Удостоверение можно ваше? Сейчас я принесу. Принесите дальнейшее общение после удостоверения. Давайте так. Обалдеть. Первое раз такое слушаю. Вы тут, видно, надо к вам часто приезжать. Я так понял. Очень часто. Теперь в ваши гости будет. Ага. Да, а нормально надо отвечать. Камеру снимать не нужно? Да я ваше удостоверение не буду снимать, я просто подсчитаю его. Рисовать камеру не нужно. Это какой-то есть норма закона, который мне запрещает это делать. Так, Бартенев Юрий Николаевич, капитан полиции, начальник смены. Отлично. Так, это у нас до действителен, до 18-го года. Замечательно. Так вот, значит, гражданин Сера Вадим Юрьевич не имеет при себе никакого удостоверения личности. Это абсолютно законно. Я как гражданин, вы можете со слов записать, кто заявление напишу. Вы примите и мне, соответственно, дадите какой-то квиточек о том, что вы приняли. Все, все, какие действия сейчас? Никакие действия. Сейчас, какие конкретные действия будут войдут? Дрючь, 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 дрючь. Ничего, ничего нету. Выкать, пожалуйста. Может, нет ничего, карман? Ничего нету вообще. Все, хорошо, сейчас подависи, пока не записывай. Здесь, да? Хорошо, отлично. Только попроще вы всегда себя ведите, чтобы больше таких требований не было. Где нашли? Нашли мы на трассе участок трассы Фомичи. Это движение, если мы едем с Воронежа в сторону Тамбова. Да ничего не может быть, у нас все чисто, все законно. Да ничего, мокрые весь. Ноги мокрые. Они же уходили так, что мокрые. Да вот, видите, дождь на улице страшный. Меня так не гладили. Никогда. Выключать не закончили. Нет, нет, выключать ничего не буду. Я вот здесь вот так. Я вот здесь, да? Да, да, да. Вышка. Кто там у вас в ящике? Тут присесть негде? Тут то, что мы нашли. Здесь аккумулятор, передатчик. Но это от камеры. От камеры? Да, а вы сейчас можете все... Я здесь, я здесь. А, вы убираете, в смысле? А, он, наверное, вот эту штучку носил. Вот, видите, можете посмотреть, что там. Аккумулятор там. Взрывного ничего нет. Открывайся до конца. А, ну, можете взять этот, глядь. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вы знаете, как это рвается, да? Да, что тут вот, видите? Ну, ничего не открывали, а вот у вас. Максим, проверь по базе человека. А присесть, не пропустите вот куда-то. Камеру пропущу, пропущу. Да, пожалуй, выключу. Фомиле ваше, имя, отчество. Моя, Серов Вадим Юрьевич. Серов Вадим Юрьевич. А для какой цели, по каким базам будете проверять? Проверим. Иначе, я их спрашиваю. Действительно, вы от себя пишете заверения? Там даже он еще работает. Время. Снимать не нужно. Я не снимаю. Я положил телефон сюда. В чем поле? Снимать не нужно. Я положил телефон сюда. Я тоже корректно. Это мое дело. Куда мне пасть мои вещи? Я вас не должен спрашивать. Понимаете? Да, пожалуйста. Чего вы боитесь? Вы что-то боитесь? У меня есть сын, которому 3 года. У меня есть дочь, который 6 лет. И в чем проблема? Нет, в чем проблема? Проблема в том, что сейчас у нас есть такие проверочки. Как придут 8 тысяч зарплаты с ним, строгий вывод. А ребенок мне просто хочет есть и все. А я работаю, выполняю. А за что? За что? За что, что сейчас выставить в YouTube? И будут там ржать, а потом придет проверка. А потом ржать будут с ваших незаконных требований. Но не из того, что, понимаете, вы лучше показали открытость и гласность. Вот все, здесь абсолютно можно законно снимать. Ладно. Вот там, он законно может все снимать. Он и здесь даже может. Просто не ставь на конфликты. Я бы зашел, мы сюда с камерой не помянем. Сейчас, не будем мы это ставить. Вот, и субконфликта просто не было, все спокойно все прошло. Ну, конечно. Если я не хочу, я не хочу написать. Так вот, мы сейчас находимся в отделе полиции Ромболь. Все мы отдали здесь. Одну часть от этого комплекса сложного технического устройства. А вторую часть, это сама камера, самое дорогостоящее в этом оборудование. Мы отдадим в другом городе, я так скажу. Средите за новостями. В каком же городе? Интересно, давайте сделаем так. Предположите, в какой город я могу отвезти это оборудование? Вот так получилось просто. Почему мы сразу не отдали? В другом транспортном средстве осталась эта камера. А ребята уехали в другой город. И нет возможности сейчас у них взять это устройство. Вот они должны вот приехать, Таня, и я как раз уеду в командировку. А в какую город я уеду в командировку? Напишите в комментариях. У нас вопрос. Нету цифр ни на одном телефоне. Нет, там двух цифр нет. А здесь на другом телефоне нет, одна цифра. Но вам же нужно об этом позаботиться, чтобы там они были. И устраните. Что, камеру вы что будете сдавать? Мы будем, конечно, давать. Нам дежурный дал инструкции. Нам надо сейчас им сам... А как вам дежурный? Да пока... А, дежурный? Ну, 102 позвонили. Соединился кто-то местный, значит, кто-то. Нам инструкцию дал дежурный. Соответственно, мы будем все по инструкции делать. Да. Все? Да, мы обязательно переклеим. Все, спасибо большое. Я себя очень плохо чувствую. И сегодня к нам приехали друзья. Недавно приучилась такая ситуация, что мы нашли бесхозный предмет. Технический предмет. И так получилось, что часть технического предмета мы оставили в рамонском отделе. А вторую часть не удалось мне сразу оставить. Так как было в другом транспорте. В другом транспорте. Я планировал отдать сегодня, но сегодня тоже не получилось. Мне стало плохо. Я приболел. Я в виде тепловед. Попеченье. Хочу передать торжественно нашим товарищам с Москвы вот это замечательный инструмент. Это камера, дорогостоящее оборудование. Андрей, а что с ним делать? Что с ним делать? Хотелось бы, чтобы вы передали в отдел полиции. Так как я в состоянии здоровья не могу этого сделать. Желательно на самом деле в отдел полиции. Главное, чтобы вам было удобно это сделать. Сказать, что это находка. Ну так и есть. Это находка. Я вас попросу. Я торжественно выручаю. Дай бог, чтобы Чехалов не приехал туда. Спасибо. Заказ на доверие. Спасибо. Да, мы не издеваемся. Ты поздоравливай. Поздоравливай, Вадим. Поздоравливай. А он не завтра, да? Сейчас. Потом доедем, а до нас как-то нет. Это все нормально, доедем. Дело в том, что если вдруг... Когда мы заедем Азамат. Он может на садике ехать. Он может повезти его. А я забыли, не будешь. А к Азамата может еще кто-нибудь приехать, да? Да, бурнаш. Слоди вас. Слоди вас. Слоди вас. Вот это накрубляет нас вообще нормально. Кстати, какие хорошие. Наши коллеги из Воронежа на дороге нашли бесхозную видеокамеру. Позвонили в полицию. Им сказали, привозите. Но, к сожалению, они немного приболели. Но тут были мы, мимо проезжали. И в соответствии с статьей Гражданского кодекса 227-й, мы решили сдать ее как находку в полицию. Поэтому забрали. И сейчас идем отдавать на ответственное хранение в полицию. Забираем. Вот такое вот чудо. С каким-то пакетиком. Здорово. Все, пойдем. Пойдем. Андрей, что ты сейчас делаешь? Прошу, давайте мне сюда. Пишу заявление о находке. Прошу, если будет найден хозяин, уведомить меня, потому что мне надо изыскать с него транспортные расходы. И причитающийся мне до 20% пенорада. Дознаграждение. Дознаграждение, да. От стоимости камеры тоже хочу получить. Да, вознаграждение можно получать только в том случае, если ты честно заявил о своей находке. Если не заявил, то тоже... Мы, собственно, честно и заявляем о своей находке. И еще, если через полгода не будет обнаружить хозяин, то тоже хочу стать ее владельцем. Либо твое, либо вознаграждение. Ну, не найдено. Вадим, мы в отделе полиции сдаем твою находку. Но придется тебе... На наручнике уже надета она. Придется тебе подъехать и дать объяснение. Да, в Москву. Так что приезжайте к нам. Мы вас приглашали. Извели написано, она сейчас регистрируется. Камера здесь. Сейчас ее будут забирать. Мы с тобой, друзья, давно. 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 Субтитры подогнал «Симон»